Пожар Пожар Прежде чем начать экстренное совещание, в Акурде президент Токаев выразил соболезнования семьям погибших военных и спасателей. От главы правительства Казахстана он потребовал оказать им всю необходимую помощь и провести точечную ликвидацию последствий взрывов. Пострадали люди. Многим семьям пришлось покинуть свои жилища. Ряд зданий получили повреждения. Уничтожено значительное количество боеприпасов. Приняты экстренные меры. Но предстоит еще большой объем работы по восстановлению. Волоки-то здесь не может быть. Естественно, потребуются ресурсы. О том, что ситуация находится под контролем, президенту по видеоконференцсвязи доложил Аким Жамбылской области. Жители ближайшей к воинской части поселка вовремя эвакуировали в более безопасные места. Почти все они после тщательной проверки саперов уже вернулись в свои дома. Отчитался Бердебек Сапарбаев о состоянии пострадавших, о том, что они находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Доложил о работе по подсчету ущерба. Ни одно из зданий в радиусе поражение не горело. Зато вот взрывными волнами выбило окна и двери. Повредило кровлю и фасады. Из-за чрезвычайной ситуации нам пришлось остановить четыре поезда. Там находились 2450 пассажиров. Мы решили вопрос их транспортировки. Задействовали 25 автобусов и распределили их по другим поездам. Сейчас движению ничего не мешает. Задержек пассажирских поездов нет. Приостановлены лишь грузовые поезда. После обследования саперами железнодорожных путей будет принято решение комиссии, и мы запустим товарные поезда. Временно мы закрыли дорогу Западной Европы и Западной Китая. Но чтобы не создавать неудобства для водителей, мы открыли объездную дорогу. Слаженная работа представителей всех ведомств имела большое значение, и эту работу нужно продолжать. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность, благодарность спасателям, врачам, сотрудникам полиции, сотрудникам Акимата, сотрудникам Генеральной прокуратуры за работу, которая была проделана в это очень сложное время. На текущем этапе надо сосредоточить все усилия на помощи людям, преодолении последствий чрезвычайной ситуации и скорейшем восстановлении нормальной жизнедеятельности. Чтобы ни один пострадавший не остался без необходимой помощи, президент распорядился создать специальную комиссию, в которую вошли представители всех задействованных в ликвидации последствий министерств и ведомств. Отвечать за работу комиссии глава государства поручил заместителю премьер-министра Роману Скляру, который вылетел в Жамбулскую область сразу после этого совещания в Акурде. Отдельные поручения по проведению расследования причин случившегося президент дал главам правоохранительных органов. К сожалению, у нас не первый такой случай. Два года назад произошла чрезвычайная ситуация на Сенале возле города Арас. Сейчас понятно, что в сфере хранения боеприпасов существуют проблемы. После событий в АРС, по моему поручению, их начали последовательно решать. Но происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении. Не все было сделано как положено. И, как говорится, прогноз оказался не на должном уровне. Поэтому предпринимайте меры по недопущению подобного рода инцидентов на территории всего Казахстана. Что касается информационно-разъяснительной работы, люди должны оперативно получать исчерпывающие объективные сведения о происходящем. Уже на следующий день президент объявил 29 августа днем общенационального траура по погибшим в Жамбулской области. Свои соболезнования народу Казахстана одними из первых выразили президенты России, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении. Пример России генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств и ШОС. Телеграммы на имя президента продолжают поступать. А сегодня глава государства подписал указ о посмертном награждении погибших. За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, заместителю начальника службы пожаротушения Миржану Айманову присвоили название Халка Хармане. С вручением знака особого отличия золотой звезды и ордена ОТАН. Орденом Айбен первой степени посмертно награждены военный прокурор Арман Хапезов и заместитель руководителя тушения пожара дежурной службы Александр Микропула. Орденами Айбен третьей степени посмертно отметили стрелка Уразбека Далибаева, спасателя Руслана Жанбулатова, механика-водителя Марата Мишинбая, начальника команды Еркана Надербекова, старшего пожарного Ельдоса Сандыбаева и его коллегу Арнура Тимирбулатова и еще одного старшего спасателя Танербергена Туребекова. Айгуля Матаева и Дусирик Болула при содействии телерадиокомплекса президента ЖТКОН. Субтитры создавал DimaTorzok